Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и мы продолжаем нашу карьеру за Миланский Интер. Перед началом этого видеоролика я хотел бы вас попросить обязательно подписаться на мой второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплей на Ютубе, буду рад вас всех там увидеть. Ну и также у меня большая просьба, скорее всего, мой канал попал по алгоритмам Ютуба в теневой бан, поэтому я бы хотел вас попросить. Не поленитесь, поставьте лайк, напишите комментарий, больше шести слов, к примеру, кого бы вы хотели видеть в моей команде, либо какую-нибудь новую рубрику. Обязательно я все комментарии читаю, многим отвечаю адекватным комментариям, поэтому дерзайте. Надеюсь, вы мне вот поможете выйти из этого теневого бана и наладить ситуацию. Ну что же, а мы переходим к очередному выпуску, к очередному матчу. Вот, первый у нас выездной в Лиге Чемпионов против Шахтера, дальше домашняя игра против Хелос Вероны, выездная уже сразу против Ювентуса. С Ювентуса мы играли вроде 1-0, их обыграли в матче за Суперкубок. Сейчас лишь бы не соврать, 4-1, что-то я как-то перепутал, ладно. 4-1 мы в итоге обыграли Ювентус, поэтому, ну, здесь все-таки уже чемпионат, абсолютно другой турнир, посмотрим. Ну и домашняя игра, это вроде Салернитана. Поэтому вот как-то так, заканчиваем мы сегодня, уже месяц октябрь, посещаем пресс-конференцию. Итак, вы начали игру в Лиге Чемпионов с победой, еще один выигранный матч, практически выйдет у вас в плей-офф, сможете выиграть 3 игры подряд. Команда сыграет хорошо, ответим вот так. Так, вы только что провели тяжелый матч против клуба Ассамбдорио, и теперь вас ждет игра с клубом Шахтер Донецк. Учего там тяжелого графика, вы планируете ротацию какую-нибудь там? Изменения возможны, почему бы и нет, посмотрим. В последнее время ваша команда находится в прекрасной форме, как вам кажется, вы сможете сохранить эту форму, конечно, не сомневаюсь. Ребята, молодцы, мы сейчас идем за вторым с Кудетто, поэтому постараемся выиграть. Что у меня по составу? Кто отдохнул? А у меня, в принципе-то, все составы готовы. Поэтому я, наверное, сейчас сыграю с Шахтером первым составом, против Хелос Верона вторым, ну и чтобы с Ювентусом тоже нам сыграть первым составом, потому что мы свидали, что тут идет после Салернитана и Шахтер. Третий-четвертый тур мы против них будем играть, поэтому будем играть в Лиге Чемпионов стартовыми составами, вот, нашими самыми боевыми. Составы на ваших экранах, Шахтер против Интера, поехали. Ну что же, первый матч у нас выездной на Донбасс-арене, хотя, на самом деле, мне кажется, как по мне, как я вот вспоминаю, сейчас никакие матчи вообще на Донбасс-арене не проводятся. Шахтер где-то в другом даже городе, если я не ошибаюсь, играет. А может быть и в Донецке, ну, кто знает. Напишите в комментариях, как-то вот я вот эту вот ситуацию не уточнил, не посмотрел до записи ролика. Но в любом случае, третий тур, у нас две победы из двух, пока что над Мадридским Реалом и над четвертой командой, вместо Шахтера, там, не вместо Шахтера, вместо Шерифа кто-то должен был быть. Ну вот, пока что у нас две победы подряд, попробуем взять третью. Ну а здесь Брозович, можно отдавать, сесть на Лаутара Мартинса и передача-то проходит, но здесь только забивать. Отлично, 1-0, 22-ая минута, вот такой вот прощать ни в коем случае нельзя. Очень хорошо эта передача прошла, защитник где-то проглядел этот момент и в итоге Интер открывает счет. Замечательно здесь Брозович, вроде 77-й у нас номер, отдает голевую передачу. Замечательно, еще и передача получилась точно отдать и на Лаутару и снова. Без офсайдно наш аргентинец устремляется в атаку и голевую еще на Джека выдает, поэтому 2-0. Не пожадничал Лаутара, хотя в принципе вот эти два забитых мяча полностью его заслуга, его точно выводят на бьющую и атакующую позицию партнеры. Вот это вот чувство прям появилось у ребят. Ну замечательно. И снова, при том, что была ошибка защитников, там аккуратненько Лаутара не стал до упора бежать, дождался пока не будет в офсайде и точно на него партнер отдал. В итоге 2-0 к перерыву, еще время в принципе есть, может и Шахтер забьет один, а может быть и счет будет уже разгромным к перерыву. Деврей, отлично. Челхан Углу, Лаутару. Топовая передача на Берарди, Берарди на Джеко. И Джеко, вы просто посмотрите, удар с лета и боснист забивает дубль. Шикарный матч проводит Интер. Ну и мне кажется, после таких матчей будут точно фаворитами на победу в Лиге Чемпионов. А я на самом деле думал, у него как-то получится в дальний пробить. Но он рискнул и пробил еще и в ближнем, но настолько был сильный удар, что Пятов даже потащить не смог. Чтобы успеть там вернуться и выход Трауре и все-таки пропускаем. Но здесь тоже моя ошибка, как-то неправильно вышел с защитником. Ну и вот Трауре уменьшает наше преимущество. А казалось бы, это действительно первый там момент у Шахтера. И все. У них, ну там наверное 100% сейчас реализация, потому что до этого я не помню их ударов. Берарди. Замечательно на Джеко. Один Джеко. Это скорее всего, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вы посмотрите, какой галешник забил сейчас Лаутаро Мартинес. Я хочу на этот гол еще раз посмотреть дубль. И у Мартинеса, и у Джеко сейчас еще и Джеко сассистировал. На Мартинеса. Ну и в первом тайме тоже Мартинес отдавал передачу на Джеко. Ну как он, пяточка здесь, а? Ну это уже пижонца, которая правда оправдалась. Вы посмотрите. Вот так вот. Внешней стороной стопы даже как-то так получилось пятку выкрутить. Ну и 4-1. Снова доводим счет мы до разгромного. Еще и Лаутаро на Джеко отдает. И тот может забивать сейчас хэтрик. Он все-таки сассистирует. Он все-таки сассистирует. И Лаутаро делает хэтрик. У Джеко как минимум вроде две голевые сейчас. Именно на Лаутаро Мартинеса не пожадничал. И отдал на партнера. Давайте Видаля даже выпущу. Все-таки счет 5-1. Можно. Выпускать тем более. Да и 5 минут осталось. Почему бы и нет. Финальный свисток. Разгромная победа Интера в Украине. Над Шахтером 5-1. Хэтрик. Лаутаро Мартинеса дубль. Эдина Джека. Ну и у Мартинеса 5 ударов. 3 забитых мяча. Хорошая статистика на самом деле. Поэтому поздравляем Интер с победой. Лаутаро с хэтриком. Ну и по моментам. Мы кстати наиграли только на 4 мяча. Значит у нас получше оказалась реализация. Прям такая. И давали эту возможность сопернике. Ну а Шахтер. Ну если округлять конечно. До целого. То наиграли на 1 мяч. Хотя тоже всего лишь 2 удара было у них. Ну что же. Лучшим стал Лаутаро Мартинес. 3 гола 1 голевая передача. У Джека кстати тоже 2 плюс 2. 4 результаты на действие за матч. Дубль 2 голевые. Также по голевой раздал Берарди и Брозович. Ну а худшим игроком. Так сказать в команде. Наверное Челхан Углу. 6 и 7 получает он оценку. Нет кстати Ханданович. Ну здесь я бы тоже согласился. И 2 удара было. И 1 пропущенный мяч. У Хандановича это ужас. Ну что же. Матч Интер-Хелосферона. Давайте сходим на пресс конференцию. Начало сезона для вас было не самому удачным. Теперь борьба за титул может оказаться непростой. Но мы сейчас на первом месте идем. Какие вопросы такие. Вы сможете исправить ситуацию. Всякое бывает. Ответим так. В прошлой игре вы держали блистательную победу. Как вам кажется там настрой соперника Хелосферона. Команда великолепно играла. Не буду ничего про Хелосферона говорить. В прекрасной форме мы находимся. Не сомневаюсь. То есть вопросы действительно уже пошли здесь однотипные. Но от этого все таки. Если мы будем ходить. Повышается там настрой команды. Поэтому вторым составом мы выходим. Против Хелосфероны. А мы не на первом даже месте. Вот как. Оказалось на первом. Ну да ладно. Три очка всего лишь отставания до Ювентуса. И тем более у нас с ними игра. Так что как минимум сравняемся с ними. Интер против Хелосфероны. Поехали. Ну что же. Сан Сиро. Либо же Джузеппе Миаце. Интер против Хелосфероны. Чемпионат Италии. Серия А. Очередной у нас тур. Ну и Интер борется за свое второе чемпионство подряд. В серии А. Но сейчас находится на втором месте. Отставание в три очка до Ювентуса. И следующий тур у Интера. Это именно очная игра против Ювентуса. Будет интересно это посмотреть. Ну а сейчас Интер Хелосферона. Забирает намертый этот мяч. Санчес. Через Видаля. И Артура Видаль. Какой голешник забивает капитан Интера. 21 минута. Сегодня именно Артура Видаль вышел. На этот матч с капитанской повязкой. Ну. Смотрим еще раз повтор. Никто не мешал. Из-за штрафной. Тут даже в круг штрафной не вошли. Ну и шикарный гол. Хороший дальний с подкруточки. Конечно не в девятку. Но в любом случае вратаря перехитрил Артура Видаль. И забил свой второй уже гол в серии А. Пошел Валентина Лазара с мячом. Может быть и пробить отсюда. Рискнуть и гол в девятку в дальнюю. Отличный момент. 38 минута. Интер увеличивает свое преимущество. Еще до перерыва. Видаль. Отлично. Выиграл это единоборство. Санчес на Корею. И все-таки забивает. Все-таки он забивает. Хуакин Корея. Делает счет 3-0. 70-ая минута. Но ребята действительно разыгрались. Все. Теперь остается нам только сегодня обыграть Ювентус. И можно уже заканчивать. Нет. Вот второй состав я вообще не буду никакие замены делать. Пусть уж играют. Таким составом все 90 минут. Вот в первом еще можно менять. Выпуская Меркос из второго состава. И вот пятый мяч Корея за Интер. Будет еще и Владсово возвращаться после этого сезона. А вот и опасный момент. А вот и Стракош. Ну вообще на самом деле рядом с ним мяч пролетел. Вот Барак. Нам забивает. 3-1 счет. Заканчивается матч. Уверенная домашняя победа. 3-1 над Хеллос Вероной. Почему-то парни прям так радуются. Как будто Ювентус обыграли. Как раз вот насчет Ювентуса. Следующая у нас игра именно против них. Поэтому будем сейчас стараться сравниваться с ними по очкам. На 5 мячей мы наиграли. Но Хеллос Верона на 2. Поэтому в любом случае нас счет такой вот устраивает. Так. Ну и что по игроку матча. Им стал Лазаро. Один мяч он забил. Ну кстати мне кажется Санчесу надо было отдавать. У него 2 голевые. Но здесь по всем в принципе и показателям скорее всего сложили. Карео гол. Видаль гол. Санчес голевая. И также голевая от Думфриса. Думфриса. А Дэм Брозио кстати самый лучший игрок команды. 6-4 у него оценка. Хотя неплохо там Старкошу подстраховал. Когда мы еще вели со счетом 3-0 до пропущенного мяча. Ну что же у нас сейчас игра против Ювентуса. Первая строчка играет против второй. Как-то долго у нас сейчас пресс-конференция загружается. Естественно мы будем играть первым составом. Ребята здесь заряжены. Итак. Начало сезона было трудным. Сможете исправить ситуацию. Конечно мы ее исправим. У нас другого выбора то и нет. Так. Выиграли мы предыдущий матч с разницей в 2 мяча. Команда хорошо играла. Вот на все такие вопросы буду так отвечать. Ну и в прекрасной форме также сможем и дальше оставаться. Ну что же. Прошлый матч между нами закончился счетом 4-1. Мы обыграли их в матче за суперкубок Италии. Поэтому сегодня посмотрим как сыграем в чемпионате. Нам обязательно нужна вот эта вот победа. Дождь на стадионе. Поехали. Итак. Пименто Кальчо. То бишь Ювентус против Интера. Матч тура. Я не знаю. Матч недели. Но первая строчка. Ювентус играет против второй Интер. Вот в прошлом году Ювентус упустили чемпионство. И в принципе там какие-то я не знаю. Ни какое место четвертое заняли в серии А. Поэтому ужасная была у них конечно игра. Но в этом сезоне вот они снова будут бороться. Естественно за Скудета как и в прошлом. Но в прошлом вот немножко им не повезло. Ну а Интер. Немножко там упустил начало. В чемпионате проиграли вроде мы Венеции. Поэтому сейчас вот находимся ниже Ювентуса. Джека имел первый же момент опасный. Подключаться надо. Надо сейчас наказать Ювентус за это. Ой-ой-ой. Наказали. Наказали называется. И пропускаем. Вот. Наказывал-ка наверное еще не выросло. Чтобы наказывать Килини за вот такие вот подключения. Или там Бануча я не увидел. Килини вроде был. Ну вот Бамба открывает счет. На 11-й уже минуте. Очень быстро мы пропустили конечно. И оборона провалилась. И Захандановича уже поздно начал ходить. Ну и просто вколотил мяч в ближнюю девятку. Шоу здесь немножко подбодали. Маккенни в любом случае с мячом. Килини. Ну вы серьезно. Вы посмотрите. Тут Килини. Почему он начал-то так подключаться у Ювентуса. 2-0 проигрываем. А мне нужна только победа. Чтобы как минимум сравняться по очкам в турнирной таблице. Замечательно. Дебютный гол. Килини в этом сезоне. В серии. Брозович. Прямо на Шкринера. И есть. И у нас защитники забивают. Забирай мяч. Куда ты его выпнул-то? Ладно. Шкринер. Уменьшает преимущество Интера. Неплохо так подали угловой. Ребята молодцы. Осталось у нас в принципе то есть время. Первый так же гол у Шкринера еще и в серия. Поэтому вот. Два защитника сегодня забили. По разные баррикады. Не уровень. И мы еще естественно Ювентуса. Именно по этой игре. Были у нас моменты. Мне кажется сейчас по СГ мы будем чуть-чуть повыше. Но у нас вообще никак Ханданович не сыграл. Вот вообще никак. Три удара всего лишь у Ювентуса. Два ворота. Вот. На один мяч наиграл Ювентус. Мы наиграли как минимум вот на два. Поэтому ничья она должна была быть. Поэтому я недоволен как играет вообще Ханданович. Сейчас он естественно получит самую худшую оценку. Да. 6.2 он получил. Вот. Но Брозович отдал голевую передачу наш Кринера. Кстати подача с углового. Поэтому Брозович у нас в команде игрок матча. Ну что же. Сейчас у нас отставание в 6 очков до первого места. Вот. Лидерство у нас также кстати минимальное. На втором месте над Ромой. Вот. В одну очко. Но сейчас у нас домашняя игра против Салернитаны. Дальше кстати у нас игра против Шахтера. Ну. Там еще в следующем месяце будет игра против Мадридского Реала. Вот Реал почему-то мы обыграем. В любом случае. Вторым составом мы будем играть сейчас против Салернитаны. Поехали. Ну что же. Снова Сансира. Болельщики я не знаю будут ли сейчас поддерживать Интер после такого вот игры. Особенно я не знаю тут Хандановича надо журить. За вот такие вот матчи. Он против Шахтера. Единственный там практически удар в матче пропустил и против Ювентуса. Из трех ударов два ворота пустил. Ну. Ужасная игра конечно. То у нас Тракоша косяч, то Ханданович. Поэтому. Не знаю. Нет у нас хорошего вратаря сейчас в команде. Без привозов. Чтобы Корея. Неплохо. Еще и с левой ноги замечательно. 1-0. Вот так вот Корея забивает. Хотя. Аргентинцы не выпускали им на матч с Ювентусом. Там без замен практически было. Перешич нападающий. И. Отличный гол. Это Диамброзио сейчас забил. То есть у нас уже два матча подряд забивают. Защитники. Это просто супер. С угловых. Молодцы ребята. Корея. Неплохо через Санчеса. Алексей Санчес. Ну все. Здесь уже пошел на ускорение естественно. И голевая кстати на Перешича. И получилось все-таки забить. 3-0. 29-ая минута. Сенси. И на Перешича. И Перешич забивает дубль. 34-ая минута. Ребята молодцы. Лазаро. Делает счет 5-0. 44-ая минута. Ребята молодцы. Ну что же. Второй тайм. Санчес. Хорошие передачи на Корео. Выводит на бьющую позицию. Но здесь Перешич-то кстати. Вот мог. Мог сейчас Перешич забивать. Перетянул немножко. Вот этот момент. И Сенси 6-0. Вот так вот. Ребята теперь. Второго состава. Акуражаться как хотят. Показывают мне. Что их надо было наверное выпускать. Против Ювентуса. Ну вот так вот. Получает полную войску Салернитана. От Фьюрилла. Один из ключевых игроков Салернитана. Хоть и пропустил 6. Там скорее всего большинство из-за обороны. Корео еще и с углового. Два мяча мы забили сегодня в этом матче. С углового. Но в этот раз Корео забило. Замечательно. Ну и в принципе уже три мяча в двух матчах подряд забили с углового. Хорошую на Корео дает. И снова Корео выходит вперед. На бьющую позицию. Может здесь и в дальней пробитии. Отлично. 8-0. Я уже сбился со счета кто какой мяч здесь забивает. Но у Корео точно уже есть два. Потому что он один с углового сейчас забил. И сейчас поэтому. Я не знаю забивал ли он сейчас в первом тайме. Надо это глянуть. Но ребята действительно молодцы. Нам кстати что-то не покажут здесь. В Лиге Чемпионов только вот показывали все голы. Но в любом случае будем забивать сколько дается. Может быть сейчас просто свой личный рекорд поставлю. Мне кажется уже в моих карьерах во всех, если так посмотреть, я не забивал больше вот 8 мячей. Поэтому если я сейчас выиграю там 10-0. Но это точно будет рекорд по забитым мячам в этом году в Корее. И на Санчеса пошла передача. Санчес на Корео. И Хоакин попадает в штангу. Все-таки добил. Все-таки добил. И это 9-0. И есть еще 15 минут нам, чтобы забить 10 мячей в итоге. Ну а у Корео точно уже есть хат-рик. Может быть даже и больше. Корео на Лазаро. Ну вы посмотрите просто как проваливается сейчас состав Салернитана. И Перешич 10-0. 79-ая минута. Ну разницу мы себе только вот увеличиваем. Забитых и пропущенных. Ребята молодцы. Вот так бы хотя бы один голик бы из этих 10-ти перепался на матч с Ювентусом. Но там Марсел Аброзович не забил в концовке. Поэтому нам немножечко не повезло. И все. Финальный сысток 10-0. Ровно 10 мячей. То есть каждую 9-ю минуту мы забивали ворота Салернитана. Сколько все-таки он забил? 4 мяча. Покер у Хоакина Корео. Мне кажется точно он станет лучшим игроком. И мне интересно кто там по результатам все-таки какие результаты показал. Может кто-то там хэт-трик голевыми отдал. Все-таки мы наиграли ровно. Вы посмотрите на 10 мячей. То есть мы забивали все свои ХГ. Салернитана ни один нам не забило. Супер. Потому что у них и моментов-то не было. Ну что же. Без замен отыграли. Все молодцы. Стракоша даже выше оценку у семерки получил. В итоге Корео 4 плюс 1. Вот у Перешича тоже хэт-трик. Но 2 голевые передачи. Лазара 1 плюс 1. Сенси 1 плюс 1. Санчес снова отдает кучу голевых передач. 3 голевые. Де Амброзе забил гол. И Видаль тоже 2 голевые отдает. Так. Ну и у нас ежемесячный отчет о молодежном составе. Ну кстати вот все. Мне кажется. Я не вижу смысла держать Хейла. Мейсона Хейла. У нас. Потому что у него потенциал уже ниже 90. Так что. У нас в Академии только вот потенциалом выше 90. Должны быть игроки. Потому что мы одна из лучших команд Италии. Поэтому вот как-то так. Сейчас давайте мы посмотрим. Что у нас в принципе там есть. Нет. Вообще у нас кстати скаут не работает. Надо его отправить. Так. Италия. Я не знаю. Давайте на полгода нападающего поищем. Чтобы вот он у нас именно так раскрывались. Игроки. Вот как-то так. На этом мы и заканчиваем. Ребята. Всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик. Чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей. И канал Футбол. Это Жиданна. До встречи, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok